МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся. Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района и вместе стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир, вместе постараемся во всем разобраться. Кроме того, напоминаю, что если ваш вопрос не относится непосредственно к теме нашего эфира, он все равно считается официальным заявлением в общественную палату района. Сегодня мы поговорим про компании «Стройтехинвест» и СУ-155. Те организации, которые должны были решить жилищный вопрос для наших с вами сограждан, однако сами оказались в центре скандала. Для начала предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который ведет вас в курс дела. Неоднозначная ситуация с застройкой микрорайона 7-7-А тянется уже несколько лет. Окончание возведения центрального здания проекта корпуса 10 по улице Вокзальная постоянно переносилось. Обстановку накалили слухи о рейдерском захвате компании и смене руководства. Дольщики компании не знали никуда обратиться, не на что имя отправлять письмо. С компанией мы общались письменно, мы с ними уже 5 лет общаемся письменно. Ни на один наш запрос ответа мы не получили. Ни на один наш запрос. Инициатором встречи выступила общественная палата Одинцовского района. Ее председатель Захар Иванов собрал в зале как дольщиков, так и представителей администрации района и строй техинвеста. Без лишних предисловий перешли главные повестки дня. Хотелось бы от вас услышать конкретно, что сейчас на данный момент происходит на объекте, поконкретнее, да, и почему так медленно. На вопросы дольщиков и администрации отвечал генеральный директор компании. Он заверил, беспокоиться не стоит. Мы со своей стороны, значит, по нашим задолженностям к концу месяца, соответственно, все это подтянем. И за ближайшие три месяца, то есть стадия готовности дома такова, что три месяца вполне достаточно, чтобы его запустить. Отдельно дольщики подняли вопрос изменения плана проектировки. Некоторые люди заявили, что перепланировка уже стоила им потери до пяти квадратных метров. Когда мы узнали, что проект изменен, и, естественно, площадь уменьшена, мы и по этому поводу обращались с письмом в компанию СТИ. Никаких ответов, то есть ни предложений, ни ответов, вообще ничего. Когда поток вопросов иссяк, слово взял Андрей Иванов. Он обратил внимание представителей «Стройтехинвеста» на то, что их обещания пока не подкрепляются видимыми действиями. Компания до сих пор имеет ряд финансовых сложностей, а степень прозрачности ее работ вызывает опасения дольщиков. Мы с вами с боем проходили городсовет, меняли проект планировки, добавляли социальные объекты. Мы, по сути дела, на определенном этапе стали одной большой командой. И шли к конкретному результату. А сейчас, даже если взять платеж по мировому соглашению, вы 10 миллионов и тебе заплатить не можете. У вас срыв по платежу последний. Андрей Иванович, у нас как раз вот из-за этого месяца. Я не знаю, я не знаю ничего. У нас есть мировое соглашение, судом затвержденное. Вы должны его выполнять. По итогам встречи стороны согласовали целый ряд мер, которые должны помочь в мониторинге ситуации на стройке. Речь идет об онлайн-камерах и регулярных совместных визитах на объект, общественников и дольщиков. Более того, под личный контроль ситуацию возьмет глава района. Ну что же, вот такая ситуация сложилась в микрорайоне 77А с компанией «Стройтехинвест». Однако сегодня у нас в этой студии присутствуют люди, которые не понаслышке знакомы с ситуацией. И я надеюсь, смогут ответить на наши с вами вопросы. Напоминаю, телефон прямой линии 508-86-84. Итак, наши гости сегодня Василий Васильевич Лазан, председатель комиссии общественной палаты, которая занимается в том числе экономическим развитием нашего района. А также Андрей Александрович Блащинский, председатель комиссии по ЖКХ. Андрей Александрович, Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Ну что же, давайте начнем с «Стройтехинвеста», пожалуй. Давайте. Какова все-таки там ситуация? Что на сегодняшний день происходит на стройке? И стоит ли людям, в общем-то, беспокоиться? Ну вот, как видели сейчас репортаж, общественной палаты был проведен круглый стол после обращения дольщиков в общественную палату с долгостроем, так называемым. Было принято решение ввести, скажем так, регулярный контроль с определенной периодичностью, это раз в две недели. Члены общественной палаты присутствуют на рабочих планерках застройщика, на которую принимают участие и подрядчики, и субподрядчики. То есть мы именно на площадке корпуса 10 раз в две недели. Вот как раз сегодня тоже были на площадке утром. То есть убеждаемся, что там происходит, ведутся ли какие-то работы, есть ли там люди на строительном объекте. И уже прошло две таких встречи, люди есть, внутренние работы ведутся, то есть даже там частично уже проходят обмеры БТИ тех помещений жилых, которые уже готовы, то есть там с перегородками. Большое количество работы выполнено по внутренней отделке, то есть по общей, скажем так, межквартирных. Сейчас, Василий Васильевич, продолжим эту тему. У меня тоже имеется к вам вопрос по поводу ваших рейдов, а после того, как примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Представьтесь и рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я жилец дома, номер 46, по Можейскому шоссе, дом 46. У нас собираются в нашем дворе между котельной и нашим домом возводить тоже огромную башню, вот тот же застройщик, который строит и никак не достроит этот злополучный дом. Стройтехинвест, я так понимаю, вы имеете в виду. Я так понимаю, вы имеете в виду стройтехинвест как раз-таки? Ну да, конечно. Понятно, так. Вот, и я хотела бы узнать, кто вообще и как принималось решение строить огромный дом между котельной и другим домом на этом маленьком пятачке, как будет вообще развиваться инфраструктура, у нас сейчас уже коллапс вокруг этого дома транспортный, а когда будет вообще стройка идти, и как будет этот огромный кран подъемный над двумя домами жилыми вести строительство, и не дай бог что, кто тогда ответит за это? И вообще, можно ли вообще запретить строительство этого проекта? Сейчас мы об этом поговорим. То есть, смотрите, у вас первая претензия – это сложно непосредственно проехать на данном участке. Во-вторых, я так понимаю, вас беспокоит строительство в плане безопасности для ваших домов? Или в плане шума? И в плане разрушения двора, этого маленького зелененького участка, на котором играют дети с двух домов огромных, и нашего, и соседского дома. Я не знаю, кому пришла в голову идея построить на этом клочке огромный дом. И как там будет вестись строительство, совершенно непонятно. Ну что ж, благодаря вас за ваш звонок. Действительно, насколько я могу судить, проблемы имеются. Скажите, были ли обращения на эту тему вообще в общественную плату ранее? То есть, вам знакома эта история? Да, эта история знакома. Ну, тогда я вас попрошу прокомментировать. Да, я прокомментирую. Не полностью с разворотом всей информации. Ну, конечно, это не тема нашей сегодняшнего эфира. Значит, обращение поступило от жителей дома 46. Уже проводились встречи. Но это все пока на уровне, прямо на месте. Возле дома, возле этой детской площадки много там вопросов и у жителей, и у застройщиков. Значит, на сегодняшний день все, что я могу сказать, это согласовываются сроки и дата, скажем так, да, проведения аналогичного круглого стола, как по корпусу 10. Сложилась такая ситуация просто в преддверии Великого Дня Победы. Ну, скажем так, мы заняты большую часть общественники и также ветеранами, да, и согласовать надо сроки, чтобы это пошло продуктивно. То есть люди смогут прийти, задать вопросы, которые интересуют. Да, да. Мы хотим, опять же, в таком же формате, как по корпусу 10, то есть общественная палата, жители 46-го дома. Насколько я там понимаю, там жители и 44-го дома уже тоже хотят принять участие. С другой стороны, там тоже хотят принять участие переселенцы, которые собираются переселиться в этот дом. Все заинтересованные лица должны будут собраться, и мы будем этот вопрос в любом случае поднимать, он на контроле, он никуда не исчезает. Мы согласовываем просто сроки. Срок проведения. Скажите, а где можно будет и все-таки когда непосредственно узнать дату и место проведения этой встречи? Мы сообщим. То есть у меня лично есть координаты, как сказать, инициативной группы, да, от этого дома 46-го, да? Да, там жительница есть из Светлана. Вот, есть координаты, есть телефоны, то есть мы можем созвониться. Я сам лично оповещу людей, когда это будет, во сколько. То есть предварительно там скажут, сколько человек там будет, придет, да, то есть мы будем подготавливать, будем просить администрацию, чтобы предоставили. Либо малый зал, да, либо большой зал, чтобы это все провести. Понятно, понятно. Все с этим работает. То есть это просто так не уйдет никуда. Уважаемые зрители, я напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Любой ваш звонок, вопрос, предложение может рассматриваться как официальное обращение в общественную палату нашего района. А мы давайте продолжим нашу беседу. Итак, вы говорили о том, что ваша группа уже, в общем-то, посещала строительство. Я не могу не задать вопрос, все-таки какие имеются шансы того, что люди там появляются, строители как раз-таки не вместе с вами. Ведь, я так понимаю, ваши приезды заранее известны и так далее. Раз уж возникают, я понимаю, у нас презумпция невиновности, но с строительством уже возникли проблемы, и, соответственно, доверие компании в обществе не очень высокое. Нет, касаемо формата того, что люди приходят туда вместе с нами, либо до нас, правильно сказать, до нас пришли и что-то сделали, нет. Я думаю, здесь такого нет. Почему? Потому что от первого нашего посещения, и вот спустя две недели сегодня мы посетили строительную площадку, была видна разница, что было, что сделано. Да, то есть сегодня мы также услышали на ихней планерке о том, что с завтрашнего дня уже заезжают облагораживать территорию, то есть это уже коммуникации там, все вот эти вот наружные, скажем так, они уже будут облагораживаться. После майских праздников, насколько я понял, заходит субподрядчик, который будет остеклять балконы, обшивать, то есть это уже будет внешне видно. То, чего боялись именно дольщики, то, что внешне ничего не видно, никаких работ не производится внешне, да, то есть там где-то остались неостекленные проемы, да, там либо окна, либо балкона, то есть как было сказано, что в течение праздничных дней будут завозиться туда все материалы необходимые субподрядчиком, и после праздников он будет приступать к работе по обшивке, то есть это уже будет даже визуально видно. Скажите, а есть ли какие-то вот на сегодняшний день все-таки сроки сдачи конкретно этого объекта? Ну, конкретный срок это только один может подкрепиться, это разрешение на строительство, он заканчивается 30 июня, 30 июня, насколько я не ошибаюсь, 2015 года, ну, насколько я понимаю, так, чтобы не хвалить и, как говорится, не усугублять, да, не накаливать остановку, ну, хочется, конечно, надеяться, что именно к 30 июня что-то сделают, но не знаю. Ну, официальных заявлений от компании пока, я так понимаю, не поступало. Официальные заявления от компании только одно, мы хотим сдать и стараемся сдать, и, ну, на самом деле это как бы видно, потому что мы разговариваем не только именно с компанией, мы разговариваем, подходим, общаемся с подрядчиками, субподрядчиками, мы задаем вопросы, поступают ли к ним деньги, на что люди говорят, да, если мы здесь работаем, значит, нам что-то, ну, как бы платят. Да, платят все-таки. Скажите, а вот позиция пайщиков, да, позиция, ну, будущих дольщиков, будем надеяться, будущих жильцов, да, этих домов, этих квартир, она как-либо изменилась после круглого, значит, вот этого стола в присутствии Иванова, когда вот вся эта ситуация еще раз объяснилась, да, вроде бы все стороны высказали свои позиции, прошло уже некоторое время, а позиция людей изменилась каким-либо образом? Знаете, я даже скажу, не то, чтобы некоторое время, уже месяц прошел и почти неделька, люди успокоились, они, во-первых, поверили словам Андрея Робертовича, вот, то, что он не даст спокойно просто самоуправству, там, разгильдяйству, вот, он сказал, люди его выслушали, и я могу сказать, они успокоились, они приняли это не только к сведению, да, ну, стало спокойнее людям, то, что глава заинтересован сам, чтобы это развивалось, чтобы это быстрее все закончилось, вот, и, насколько я так понимаю, сам застройщик заинтересован убрать быстрее этот якорь, это все-таки, как ни сказывается, но это негативное пятно на строительной компании, вот, такой большой промежуток времени, который им требуется, чтобы построить, сдать этот дом. Мы вспомнили о главе района, возникает вопрос, а насколько вообще жесткая позиция в данный момент занимается Андреем Робертовым, чем вот по данному вопросу? Знаете, сугубо мое личное мнение, да, ну, позиция жесткая, она подкрепляется фактами, и даже вот в преддверии там анонса, скажем так, да, вот кадров, которые были с круглого стола, я думаю, люди тоже увидели, что там нет поблажек, есть обязательства, они должны выполняться, и это нормально. То есть на данный момент, насколько я могу понять из ваших слов, процесс идет, лед тронулся, господа, и работа, в общем-то, будет оцениваться, насколько я понимаю, 30-го числа, 30-го июня, правильно? Да, 30-го июня, значит, график строительства работ согласован получается по 30-е июня. И 30-го июня уже можно будет сделать вывод о том, что получилось, а что пока нет. Ну, я могу сказать так, что на двух планерках они каждый раз пытаются себя ужать в сроках, то есть не расширить, не растянуть, не дать какую-то вольную, а ужать. То есть есть конкретика, есть стремление действительно разобраться, то есть можно надеяться, что вот эта череда неприятных круглых столов, совещания, наконец-то подходит к концу, и уже будет скоро результат, скоро люди смогут выехать туда. Надеемся, надеемся. Почему? Потому что даже сегодня был задан вопрос касаемо будут ли рабочие на площадке в майские праздники. Значит, два подрядчика ответили, что люди будут на все майские праздники, ну, за исключением 1-го и 9-го мая. Вот, все остальное время люди будут работать на строительной площадке. Ну что же, Андрей Александрович, Василий Васильевич, я тогда думаю, мы можем перейти к другому нашему сегодняшнему пациенту, скажем так, компании СУ-155, которая, я думаю, очень хорошо известна в нашем районе. К сожалению, по большей части плохими делами. Предлагаю, уважаемые телезрители, для начала посмотреть сюжет, который ведет отца в курс дела. Не так давно общественная палата не Одинцовского района, а Московской области обратила свое пристальное внимание на компанию СУ-155. И в городе Одинцово прошло совещание, оперативное совещание, на котором присутствовали представители все заинтересованных сторон. Предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Организатором встречи выступила общественная палата Московской области. В здании администрации Одинцовского района приехали представители пайщиков, компании-застройщика, Минстроя и городские власти. Главным условием, которое должно являться сейчас для нас, это обеспечение, если это все было сделано на законных основаниях, а я думаю, что была сделана покупка квартир на законных основаниях, обеспечить получение этих квартир и строительство этих домов. Уже дальше мы разберемся с благоустройством и так далее. Из трех корпусов в восьмом микрорайоне частично построен лишь корпус-2. Однако и с ним имеются проблемы. Разрешение на строительство подходит к концу. Почему возведение дома еще не закончено, пришлось объяснять представителю застройщика. Чисто технологически, там стоит ДРП, газы отступили на подстанции. Получить сегодня технические условия в МОСУ Булгазе имеется большая проблема, но, во всяком случае, сегодня мы добили этот вопрос, заключаем сейчас договора и будем выносить этот ДРП. Разрешений на строительство корпусов 4 и 27А у компаний нет до сих пор. Ситуацию с одним из домов прокомментировала представитель Минстроя. Была заявка от СУ-155 в середине марта. В Минстроем была рассмотрена заявка в установленном законном порядке. Были даны замечания. СУ-155 по 27А дорабатывают замечания. Повторной заявки по 27А не было. Подобные встречи с пайщиками проводятся регулярно, однако общественники взяли ситуацию под контроль впервые. Представители общественной палаты Одинцовского района заняли жесткую позицию. Я сижу, не понимаю застройщика. Вроде по-русски говорить, а ни на один вопрос утвердительного ответа нет. Когда? Не знаю, не готов, посмотрю, подумаю, опечатка. Это выглядит как издевательство, понимаете? Андрей Блащинский предложил создать рабочую группу, в которую войдут все заинтересованные стороны. Общественные палаты Подмосковья и района взяли ситуацию под пристальный контроль. Итак, мы начнем обсуждение данной темы сразу после того, как примем еще один звонок в нашу студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я житель восьмого микрорайона. Проблема в следующем. В районе присутствуют только три остановки общественного транспорта. Глава принимал детский садик, обратил внимание при приемке детского садика, который на отшибе находится на Верхней Прилитарской, тоже на отсутствие остановки. До сих пор в районе, восьмом микрорайоне у нас отсутствуют остановки общественного транспорта, оборудованные так, как положено. Должны быть оборудованы. Это здоровье, это безопасность и все прочее. То есть, получается, Евгений, что они находятся на те, что существуют, находятся на большом удалении друг от друга, правильно? Правильно. У них всего три оборудования. Значит, больше остановок общественного транспорта нет. Тем более, вот я говорю, что вот еще строится дом с построенно-пристроенной школой напротив. И садик находится. Остановки нет. Ну, это безопасность людей, детей и так далее. Вот когда будет решаться эта проблема? Второй у меня вопрос, это по переходу. Значит, в чем он заключается? В том, что город не имеет перехода для жителей. Имеет железная дорога. Он очень узкий, полтора метра. Через него проходят десятки тысяч людей. Вы не видели, что столпотворение мам, которые с коляской, не могут по этим узким лельсикам, которые там проложены, значит, проводить детей. Я уже не говорю уже о тех, так сказать, инвалидах, которые должны просто передвигаться каким-то образом. В Европе лифты есть. Одинцовский район такой богатый не может решить эту проблему. Когда город наконец-таки проимеет переход через железную дорогу из восьмого микрорайона к центру. Понятно. Евгений, спасибо за ваш звонок. Действительно, две очень актуальных вопроса. Андрей Александрович, я так понимаю, к вам я этот вопрос переадресую как к председателю комиссии по ЖКХ. Значит, во-первых, очень малое количество остановок было озвучено в восьмом микрорайоне. Во-вторых, узкие и неудобные переходы над железной дорогой. Скажите, к вам вообще обращались по этим вопросам ранее? Ну, ко мне в комиссию эти вопросы не попадали. Ну, уже попали в комиссию по ЖКХ. Мы их рассмотрим, примем меры и соответствующие запросы направим. То есть будете работать по этому направлению? Однозначно. Хорошо, благодаря. Давайте тогда вернемся к СУ-155. Итак, прошло не так давно совещание с участием общественной палаты Московской области, с участием городской администрации, представителей как пайщиков СУ-155, так и представителей компаний. А тронулся ли лед, как в случае со «Стройтехинвестом» или мы все еще там же? Действительно, совещание такое прошло 7 апреля. Там участвовали представители районной администрации, представители прокуратуры Одинцовского района. Были даны некие обещания. Была действительно создана рабочая группа в расширенном составе, куда вошли представители общественной палаты Московской области. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем от СУ-155 одни обещания, порой невнятные. Результатом встречи от 7 апреля стали два разрешения на строительство, на 4-й корпус и на корпус 27А. Но вся соль этого вопроса в том, что предоставленные графики строительства этих корпусов, они истекают до момента начала действия этого, до момента действия разрешения на строительство. У меня будет отдельный вопрос, собственно, в чем здесь проблема после того, как мы примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Я бы хотела задать такой вопрос по поводу обстановки в районе 5-й школы, вот привокзальная площадь, застроена Шанхайами и вот этими торговыми палатками, проезда нету совершенно, вечером криминальная обстановка там, просто невозможно пройти, стоят тактисты, стоят вообще непонятные какие-то люди, все что-то торгуют, едут куда-то, таксуют. Просто невозможно, даже страшно, освещения нету. И рядом с 5-й школой, со школой грязь, торговые палатки неизвестного происхождения, что торгуют, то же самое. — Скажите, у вас претензии имеются по какому-то конкретному случаю или вас, в принципе, обстановка напрягает, которая в районе 5-й школы имеется? — Обстановка меня напрягает, я хочу задать вопрос общественной палаты, это все-таки также город, центр города, лицо города и такая обстановка. Мне кажется, что этим надо заниматься в первую очередь. — Ну, смотрите, какая ситуация. Это, конечно, не является темой данного эфира и представители комиссии, которые здесь присутствуют, вряд ли смогут это прокомментировать. Но мы переправим данный вопрос Светлане Налеповой, ответственному секретарю общественной палаты. Думаю, она подключит необходимую комиссию, с вами свяжется и данный вопрос рассмотрят. Благодарю за ваш звонок. Давайте мы потихонечку перейдем к нашей основной сегодняшней теме. Итак, СУ-155, прошу. — Я буквально два слова по звонку. Я хочу, чтобы житель понимал, что есть концепция, разработанная и парковочным местам, и включая эту привокзальную площадь. Вот поэтому администрация города все-таки занимается этим вопросом. Я думаю, что в ближайшее время результаты будут видны. Касательно СУ-155. Ситуация, вы знаете, она настолько непонятная, что нам говорят, что мы готовы строить. Дайте разрешение на строительство. Мы 7 апреля провели встречу, вот сюжет, который был показан. 8 апреля у СУ-155 появилось разрешение на строительство. — То есть все проблемы были решены, им выдали разрешение. — Да, на этой встрече присутствовали представители Министерства строительного комплекса Московской области. То есть мы, как общественная палата, свели две стороны. Одна сторона, которая говорит, что разрешение не дают, вторая говорит, почему не дают. И ситуация была в том, что СУ-155 предоставляет неполный комплект документов, который четко прописан в градостроительном кодексе. Предоставили документы, получили разрешение. Была разработана дорожная карта по выходу из сложившейся ситуации. На сегодняшний день, это не только мое личное убеждение, это действия представителей СУ-155, мы провели еще две встречи 16 апреля и 23 апреля. На эти встречи уполномоченные представители СУ-155 не являются. Приходят представители СУ-155, не имеющие полномочий даже на обсуждение данных вопросов, говорят некие фразы, но к сожалению, по сравнению со «Стройтехинвестом», куда я тоже вхожу в рабочую группу, у нас ситуация стоит на месте. 15 мая будет проводиться совещание в Министерстве строительного комплекса Московской области по данной тематике. Я надеюсь, что хотя бы на уровне правительства Московской области этот камень мы сдвинем. – Скажите, вы упомянули, что прокуратура в том числе подключилась к данной работе, из этого я могу сделать вывод, что некий имеется уже преступный элемент во всей этой истории. Вот не детализируете ли вы именно этот момент? – Ну, преступный элемент может установить только суд, мы так говорить не можем. Прокуратуру, для чего мы приглашали прокуратуру? В нашем случае пайщиков, не дольщиков, а пайщиков, принципиальное различие между двумя группами, люди заплатили деньги, заплатили деньги за определенное строительство определенных домов. Деньги были уплачены, дома не построены. Конечно же, люди хотят знать, куда делись деньги, почему строительство не начато. Строительство должно было быть закончено в середине 2014 года. Закончено. Оно даже не начиналось. Более того, был вопрос у инициативной группы по вводу в эксплуатацию корпусов 35-36. Нам представители СУ-155 показывают фотографии того, что разрешения эти существуют. В Министерстве строительного комплекса мы узнаем, что на сегодняшний день эти дома не введены в эксплуатацию. То есть, такой вот неприкрытый обман, как я уже говорил, издевательство. У меня нет другого слова над жителями. То есть, каких-либо объяснений, что вообще происходит, вы от компании полномочных представителей не получали? Да, никаких объяснений нам не дают, на контакт не идут. Но в любом случае мы эту ситуацию будем дожимать совместно с жителями. Назад пути нет. Нам помогает и районная администрация, и городская. Я думаю, подключатся и правоохранительные органы. Если представители СУ-155 не готовы решать сложившуюся ситуацию за круглым столом с общественной палатой, они будут решать ее за круглым столом только в других кабинетах, я думаю, что правоохранительных органов. — Скажите, а какова позиция общественной палаты региона? Я так понимаю, они были инициатором непосредственно основного круглого стола, с которого и началась эта история на вашем уже уровне, в нашем районе. После этого они просто получают от вас некую информацию, или вы вместе с ними работаете? — Мы общаемся и работаем вместе. Помощник Ильи Залевухина — это член общественной палаты, зампредседатель общественного совета при Минстрое Московской области. Мы общаемся и посредством электронной почты, и перезваниваемся. Они нам оказывают содействие в общении с Министерством строительного комплекса Московской области, в принципе, с правительством. Все-таки это общественная палата Московской области. Им, безусловно, общаться на таком уровне легче, чем нам. — Понятно. Ну что же, Андрей Александрович, Василий Васильевич, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили о Стройтехинвесте, компании также СУ-155. И если в случае со Стройтехинвестом наконец-то пошел какой-либо процесс и есть оптимистичные нотки в том, что сейчас происходит, СУ-155 подобным рувением пока что не отличается. Если у вас имеются какие-либо вопросы, напомню, наш телефон 508-86-84. Вы можете звонить нам в течение недели, оставлять вопросы, предложения. Постараемся вместе во всем разобраться. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты Одинцовского района или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.